Друзья, всем привет, добрый вечер. Это первое мое видео из Лукьяновского сезона. Ну как сказать видео? Это не то чтобы видео, это работа подлой нейросети, которая помогает Тищенко обеличивать колл-центры, а мне помогает с вами общаться. Ну что вам сказать? Условия содержания в следственных изоляторах Украины оставляют желать лучшего. И несмотря на все обещанные и рассказанные реформы, в общем-то удовольствие это небольшое, как вы понимаете. Ну и в принципе ожидать чего-то хорошего от мест лишения свободы нельзя. Наверное самое важное, что я вынес из первых дней пребывания здесь, это то, что до сих пор действует абсолютно совдеповское негуманное правило, по которому людям, попавшим в такие места, свидания с родственниками разрешаются только на основании ходатайства, а следователь становится царем и богом. Хочешь увидеть ребенка или свою жену или свою старенькую мать, пиши следователю, проси его, а он тебе не разрешит видеться с родственниками, потому что ты не даешь нужных следователю показаний на себя, либо на своих дружочков, либо на тех людей, которых ты вообще не знаешь, но тебя просят оговорить. Это, кстати, касается всех слуг народа. Подумайте о том, что когда вы, слуги народа, зашкварившиеся в коррупционных скандалах, делюгах и, в общем-то, заслуживающие в большинстве своем пребывания в следственных изоляторах, а потом в тюрьмах сюда попадете, встретиться с родственниками вы не сможете. Поэтому это моя первая рекомендация СИЗУ всему парламенту. Соберитесь, это, конечно, не шкурники с арахами и распиливать, но решите вопрос с тем, чтобы люди, которые попали в такую ситуацию, могли встречаться с своими родственниками без решения следователя. Уберите этот постсоветский атовизм. Ну, а теперь в целом о моих делах. Ну, я вам скажу, что у нас уже есть первая хорошая новость, и мы получили из НАБУ официальный ответ, в котором черным по белому написано, что не в деле Деркача, не в деле воссизменника Колесникова, которого вынудили дать напротив меня показания и сказать, что я, как придумал Лев Зеленский сирмопом, агент Буратино, Дубинского нет, не в деле Деркача, не в деле Колесникова. У меня нет там процессуального статуса. В рассмотрении этого уголовного дела, в показаниях Колесникова, в негласных, следственно-разыскных действиях нет никакого Дубинского. Это официальный ответ НАБУ на запрос моих адвокатов, что еще раз подчеркиваю, что дело против меня полностью сфабриковано и сфальсифицировано. Сделано это, как вы понимаете, с двумя целями. Первое, прекратить критику власти. Второе, отомстить за показания в том же самом НАБУ против Зеленского и Ермака, которые вмешивались в выборы в США в 2019-2020 году и были теми самыми авторами скандала с пленками Байдена и Порошенко. Они очень боятся этих показаний, потому тупо, грубо, абсолютно непрофессионально фальсифицируют уголовные дела. Причем, смотрите, по особо тяжкому преступлению, по которому меня отправили в СИЗО. Просто, чтобы я прекратил критику и просто, чтобы я не вспоминал их участие в этом коррупционном и международном скандале. Но, вы знаете, если я не сломался после первого подозрения, которое мне выдали 3 августа 2023 года, как вы помните, за выезд за границу с моим отцом. Если я не сломался после второго подозрения по сфабрикованному, точно такому же делу по выезду уклониста за границу, который по материалам следствия то выезжал, то возвращался, чтобы подписать протоколы. СБУшникам и сотрудникам доблестного ДБР, которые находятся на кукане у татаров и выполняют все его указания. Не сломался я и после третьего подозрения уже в державной израде, которая точно так же полностью придумана офисом президента и сфальсифицирована генеральным прокурором Костином, директором ДБР Сухачевым, его ручными следователями Ралдугином, Загамулой и другими. И реализован этот преступный план привлечения к ответственности абсолютно невиноватого человека судьями Печерского суда. Всех их ждет за это наказание. Это мое первое к вам обращение. Будьте здоровы, счастливы. Как говорится, фортумасти. Целую, ваш Дубинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова